Пионер Пионер Солнцезащитные Солнцезащитные Твои? Не твои Кепочка Ну тогда Забирай тоже Будет твоё Я пошутила Положим туда На поле Ну что, теперь Начинаем сначала Два Один Два Один Два 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 Один Два Два Один Два Как только начинается концерт, начинается ухождение туда-сюда. Андрей, держи дверь. Все пописали, сходили перед концертом. И хватит ходить туда-сюда. Давайте уважать друг друга. Итак, еще раз. Мне еще раз выйти? Привет! Мне тоже надоело. Тем более шагов у меня сегодня больше, чем нужно. Поэтому привет, орбиты! Привет! Привет! Ну что ж, мы начинаем. Сегодня первый конкурсный день, после которого обманут слезы, слюни, радость, аплодисменты. Но пока еще мы не знаем, у кого что именно. Поэтому радуемся первому конкурсному дню. Это что-то такое конкурс-аппорте. Вот сейчас, пожалуйста, Миша Иванов, слушаем, а потом будем разговаривать. Я сегодня настроена на диалог с залом. Конкурс-арт-квартет. Это творческое соревнование отрядов четырех жанров. Четырех. Клипы, драма. Пьесы, комедия. Танцы, детская и современная хореография. А также ремейки. Это выпуск новых версий уже существующих произведений искусства. Это понятно? Каждый отрядный номер. Я не поняла, ты куда пошел? Дите, я не шучу. Миша Иванов. А, это тоже Миша Иванов? Да и неудивительно. Каждый отрядный номер соревнуется с другим номерами своего жанра в каждой возрастной группе. Возрастных групп у нас три. Младшая, средняя и старшая. Промежуточные итоговые результаты в каждой номинации можно будет увидеть в таблице в холле перед зрительным залом. Показали, где у нас холл. Как в самолете. Видели бортпроводник? Да, абсолютно верно. Андрей, Марьян, покажи. Абсолютно верно. После трех конкурсных дней будут выявлены победители в каждой номинации. Будут объявлены претенденты на звание лучших актеров и актрис, танцоров и танцовщиц. Подведение итогов конкурса состоится на церемонии награждения за творческие успехи АС. Я уже сама потеряла мысль, потому что отвлекаете. Дети, просто я учительницей работаю, понимаете, да? Система оценивания. Каждый член жюри выставляет оценку от 1 до 10. Максимальное количество баллов получается 50. Если после трех дней несколько номеров в одном жанре занимают первое место, то постоянные члены жюри выявляют среди них абсолютного победителя. Если кто-то что-то понял, аплодируйте. Ну, в общем, самое главное начать, а потом уже станет все понятно. Чаще всего совпадение количества баллов у нас происходит, наверное, в третий конкурсный день, да? Или во второй произошло, в третий конкурсный день. И мы тогда определяем прям победителя-победителя, или как мы их назвали, гран-при. Ну, в общем, не буду долго говорить. Сегодня у нас произошли изменения. Если отряды не знают, я определю порядок. Сначала пятый, за ним девятый, десятый. Затем восьмой. Вы посмотрели, да? Затем шестой. Затем седьмой. Четвертый, третий, второй, первый. Все как и должно быть. Итак, я вам представляю наше постоянное жюристство. Члены жюри. И первый член жюри — это спортивный инструктор. Это Гамурина Некальсандрович. Дружечка. Он сидит сюда отдельно, чтобы на него никто не мог повлиять. Поэтому ему бурные аплодисменты. Зависит инструктора по учебной-распекательной работе и Марка Таверина Владимировна. Гори-локров лагеря «Орбита» Ионычева Катерина. Отдел кадров, кстати, завтра зарплата. Отдел кадров — Петалюк Анастасия Андреевна. И председатель жюри, человек, который имеет право верно. Это художественный руководитель лагеря «Орбита» Ковалев Александр Сергеевич. Такая у меня прекрасная дикция. Итак, мы начинаем. Мама лагопед. Мы начинаем. И все вместе пробуем повторить эту скороговорку. Расскажите про покупку. Про какую? Про покупку. Про покупку. Про покупку. Про покупочку мою. Поехали. Расскажите про покупку. Про какую? Про покупку. Про покупку. Про покупку. Про покупочку мою. Пожалуйста, Максим Загидуллин. Громко. Расскажите про покупку. Про какую? Про покупку. Про покупку. Про покупку. Про покупочку. О, молодец! Ну, ты тогда. Катя, 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 Катя Мацеля. Быстренько, громко. Громко, быстрее. Прокопку. Давай, последнее. Давай. Прокопку. Про покупку. Про покупку. Молодец. Следующим перед нами будет новая староговорка. А сейчас мы начинаем. Итак, первыми на эту сцену выходит сегодня пятый отряд. Пять. Пять. Пятерочка. Пятерочка. Они будут первыми. И жанр, который они сегодня представляют, это пьеса. Пьеса с невероятно интересным названием. «Невеста для Кощея». Встречаем в городе и аплодисментами. Воскресенье, тыщелетие у меня. Здесь сегодня мои лучшие друзья. Змей горыны, змей горыны. Гном молчун и гном ворчун и поздравляет баюн. Дорогой наш Кощея и Смертный, в этот день в честь вашего тысячелетия мы хотим пожелать вам здоровья, счастья, богатства, долгих лет жизни и любви. Любви? Да я тысячу лет пытаюсь найти себе жену, к кому я только не схватался, к кому только не пригодал руку и сердце. И Василисе Прекрасной, и Василисе Преудрой, и Майи Искуснице, и Майи Малевне Прекрасной Королевне. И никто, никто не ответил мне взаимностью. Ну так, может, вам найти себе невесту среди злодеек? Точно! И как же я сам за тысячу лет не догадался? Решено! Сегодня же отправляюсь за невестой! Подумайся! Подумайся, Кочей! Скоро лупа хрупкая и полка ненадежная. Жена придет, шить начнет. Сломает, помрешь. Позовите моего личного стилиста, Марьяна Полотного. Так, ну что вы все время ходите в этих тебя? Ну, снимите же их. Потом вы кости вот эти свои. Что же вы все время наружают? Спрячьте. Ну и парик надеете, что ли? Подожди, Кощеюшка. Зачем тебе куда-то отправляться, когда и здесь, красавиц, полно? Где? Не болтай попусту. Лучше помоги мне жену найти. И Кимора, будь моей женой! Я согласна. Только мне кредит за квартиру в болоте нужно платить. Не переживай, я могу платить хоть тысячу лет. Вот только не могу я жить на болоте с моим хондрозом. Пойдем, Кощеюшка, не пара на тебе. Ты не проси нам, ты не пара, не пара. Снежная пролева, будь моей женой! Это ты, Кощей, хорошо придумал. Я согласна. Я даже представляю себе наше свадебное путешествие во Финляндии, из Финляндии в Лапландию, из Лапландии на Северный полюс. Там мы дворец наш построим и будем жить-поживать. Да ты что? Да я же в вечность буду болеть. Ты мучиться от насморка. Не жена она тебе. Все богатство на лекарства потратишь. ПОТИНСКОМ ЯЗЫКЕ А ты кто такой? Я Кощей Бессмертный. Ищу себе жену. Я, я, я буду твоей женой. Нет, я буду твоей женой. Я старшая. Ты страшная. Да загляни ты уже их обид. Нет, не могу. Я же православный Кощей. У нас двоежелство запрещено. Видишь, Кощей, как они над сестрой издеваются. А ты же у нас ранимый, впечатлительный. Тебе же нужна жена, чтобы она заботилась о тебе, как родная мать. Ну, восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, думалишь, старушь, пойти с тобой. Шабахамская садится. Будь моей женой. Да ищущая, но заместа. Ханцущий, да конечно, устроим перебористый мир. Будем лезть халу, похвалу, фучкелу, ракатнуку, сукаты. Тебе же нельзя это. У тебя сахарный диабет. Пойдем отсюда, Кощейушка. Прощай, моя любовь, прощай. А тебя как зовут, красавица? Маркушенька-душенька. Выйдешь за меня? Да ты что, старый, очумел? Видишь, у меня ничего нет. Подавай скорее приданного-то побольше. И на руках меня носить будешь. Не смог бы я тебя на руках таскать? Мне тяжести носить нельзя. У меня же крыжа. А я сказала, будешь носить. Ну что же делать? Где же мне найти невесту? Ну пойдем домой, Кощей. Я тебе в своей тепленькой избушке постель постелю. Вкусно накармливаю. Хочешь? На ступе покатаемся. Я ее как раз из сервиса забрала. Теперь вдвоем летать можно. Эх, бабка, только ты меня и понимаешь. А может... Я давно хотел сказать, что я тебя люблю. Люблю тебя одну, как не любил никто. И сыграли Качкей и Папа Яга свадьбу. И жили они долго и счастливо. И не умерли никогда. А в нему я этот мир, который подарил тебя. Мир, который до тебя был для меня совсем чужой. Как мило! Аплодисменты! Молодцы! 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 Ну, они все время ходят, да? Через восемь номеров. Молодцы! Ты, конечно, молодцы. Но ты сегодня ничего. Такой прикидок тебе. Идите поближе. Не стесняйтесь. Пусть на ваши брови посмотрят. План фотограф. Нормально. Ну что, вы готовы к своим оценочкам? Смотрите, паломничество там какое-то вообще. Хадж буквально. Посмотрите. Итак, первая оценка. Десять. Смотрите, не радуйте, потому что в зале нет отряда. Харапия, минус один балл за поздравление. Слышали? Харапия. Минус один балл. Следующая оценка. Девять. Что ты радуешься? Где парень? Парень где? Где уже? Все, он забыл. Третья. Десять. Четвертая, десять. И пятая, девять. Нет, мы не говорим, что говорим. Да ладно. Так, кстати, сегодня на линейке. Сегодня на линейке, Александр Сергеевич, первый отряд или второй это был? Третья. Первая. Пара фраз? Да. У вас было. Ну-ка, скажите свой девиз сегодняшний. Мы, наш девиз. А у нас каждый день попали фраз. Ну и все. Ну а дальше что было сказано? Все куплено. Все куплено было сказано. Я говорю, вы про что? Они говорят, про сегодняшний конкурсный день. Я говорю, так кого еще не было, а? Из визитки. Визитки. Из визитки. Ну сколько у вас получилось в общее количество? 48 баллов. Так это почти 50. Что вы расстраиваетесь? Значит, есть к чему стремиться. Расти, расти, расти. Аплодисменты пятому. Аплодисменты пятый отряд за кулисы и быстренько проходите в зал. Как в супермаркете, да. А нет. Мне это напоминает даже... Вот вы же не выступаете сейчас. Так посмотрите, пока оценки выставили. Так пойдемте всем в грилерку и будем просто выступать. Каждый перед стенами. Нет, ну а что, не так что ли? Второй опоздали. Первый уже разошлись. Вот здесь в центре, но сейчас надо пятый сядь. Мы выступаем. Мы выступаем. Мы выступаем. Все хорошо, не переживайте. Бардан. Смысл? Так, мы ждем пятый отряд, но если бы они не заходили во время выступления. Так, пятый отряд мы вас ждем. Пятый отряд поживее. Девочки, вожатые, приведите пятый отряд сюда. Девочки, вожатые, пятый отряд приведите. Смысл? Так, ну вот, по крайней мере, последние ряды уже заполнены. Вот теперь давайте послушаем, как будут звучать аплодисменты. Сейчас на сцену выйдут сразу два самых младших отряда. Девятый и десятый. Девятый и десятый отряды сегодня танцуют. И танец у них называется? Малявки. Встречаем девятый и десятый отряды. Будем это светло. АПЛОДИСМЕНТЫ Я резко, вожатые, читаю. Девочки, сама могу садить за телом музыкала. Девятый и десятый отряды. Девятый и десятый отряды. Девятый и десятый отряды. Девятый и десятый отряды. АПЛОДИСМЕНТЫ Я буду сильно рад, я буду взрослать, я буду очень-очень-очень взрослать. Ей витамины и пристегляю, на пивку очень милую налетаю. И через водку, вот вам как-то, за кушать больше не маляка. А на пушке больше не маляка, на пушке больше не маляка. Эй, маляка! Эй, маляка! На твою слышу, ты не будешь вести, ты не будешь вести, ты не будешь вести. Молодцы! 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 Какие хорошенькие маляки! Смотрите, я сейчас сюда буду, так, Хомяков сюда прибежит, садись. Какие хорошенькие! Он у вас один тот парень? А, нет, два парня. Если бы ты был один, я бы тебе дала прочитать, а сейчас нет. Так, кому понравился девятый, десятый, аплодируем. А где вы в этом веществе набрали? Дома? Вам из дома везли, 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 да? Очень красивая фотография будет. Давайте кучкой вот так вот встанем, кучкой, 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 да. Передние, первые сели, да. Сюда, ко мне, бантики, бантики, да. Так, бантики, сюда, сюда, кучнее, кучнее, кучнее. Давайте. Красиво? Так тебя не видно. Куда смотреть? Ну, это они пока еще оценок не знают, поэтому улыбаются. Ну что, готовы? Девять, десять. Девятьсот десять. Первая оценка. Десять. Вторая оценка. Десять. Третья оценка. Тоже десять. Четвертая. Девять. Сколько? Девять. Девять. Не поняла? Девять. Десять. А вот пятая не десять. И не восемь, а целых девять. Все куплено. Девина. Девина. Вот девятка. Итого сорок девять баллов, почти пятьдесят. Аплодисменты девятого и десятого. Глядите, убегайте, но много вас ждет. Очень красивые были фотографии. Ну, они, конечно же, самые маленькие, поэтому аплодисменты всегда ждали от детей. Блин. У нас сейчас восьмой будет выступать, как раз в девятом и десятом, двоим заходим, посмотрите, как это выглядит. Итак, на сцене восьмой отряд. Восьмой отряд представляет сегодня пьесу, которая называется «Колобок». Встречаем гордоли аплодисментами. Слова народные. Сюжет жизненный. Голобок. В тридцатом царстве, в тридцатом государстве, жили были старик со старушкой. Усамки и экраны в избушке. Попросил бабу-дет. И спиди-ка мне коробка на обед. Вконтакте. Посмотрела бабка рецепт в интернете. Область звучит в своей сети. Обыскала балкон, обыскала туалет, сходила к соседям, получила хамство в ответ. Да пошла ты, старая, в дом престарелых. Надела бабка в аденьке, вышла на трассу. Дошла до города, стояла очередь в сберкассу. Сняла с сберкарты последние пятаки. Скупила в палатке пачку муки. Вернулась домой, порыла с танцами соли, нашла пачку дрожжей и щепотку соли. Съела валидол из аптечки, полежала, оклемалась и в печке. Съебила колобок, обжарила немножко, да и положила сходить на окошко. Как сообщают достоверные источники, из отчего дома бежал некто колобок. Как рассказывают очевидцы, он был развлечен в печи с последующей перспективой беседенными двумя престарелыми гражданами, которые отказались комментировать эту ситуацию. Ну вот, теперь я, наконец, свободен. Я свободен! Хорошо в лесу весной думал колобок. Он катился среди деревьев и прислушивался к разговору леса. Чирик-чирик, чирик-чирик, стрекотал воробей. В лесу весна, в лесу весна щебетали сойки. Хорошо шумеет, хорошо шумеет. Шелестел лес. Чирик-чирик, 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 чирик-чирик. Гласилась из сумасшедшего дома. Фата мудов, фата мудов. Протопали немцы. Чучело Черчилля, чучело Черчилля. Продавал мужик чучело Черчилля. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Заяц, это круто! Заяц, это скай! Колобок, колобок, я тебя съем! Йоу, не ешь меня, заяц! Лучше скажи, как мне стать звездой? А че там трудного? Опа, и ты звезда! Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. И от тебя, заяц, подавно уйду. Йоу! Только ты, детка моей мечты! 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 Ты, только ты, голов heart! Я тебя съем! Йоу-йо, молок, не ешь меня. Лучше ответить на вопрос. Вы самый известный в мире психолог-практик с 45-летним стажем, автор 25 бестселлеров и личный коуч миллиардеров. Поделитесь, в чем смысл жизни? Главное, пожрать и поспать. Эй, ноу, это мне не подходит. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, и от тебя, старый пень, уйду. Йоу. Медведь, камон, не ешь меня, чувак. Я ядовитый. Ее. Хип-хоп дикого зверя. Ее. Это новый русский рэп. Качай голубой, под этот бит. Это для них моральные рифмы, но в рэпе я хитрый. Получаю довольствие, ведь этот рэп ядовитый. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, и от тебя, медведь, уйду, барагайду. Колобок, 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 а я тебя съем. Не ешь меня, лиса, лиса, сестер. Давай я лучше тебе песню спою на ломаном английском. Ну-ка, ну-ка, что-то я ее вообще не поняла. Спой-ка еще разок. Колобок, ты так прекрасно поешь Так бы тебя и съела Ну, мучное не ем Чао А я ем Молодцы! 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 Какая лисичка Красивая, стреленькая Потому что колобка не съела Так, ну идите поближе Потому что зал хочет вам аплодисменты еще подарить А вот так вот аплодирует Не очень хорошему выступлению Потому что хорошему аплодирует Намного громче и активнее Теперь посмотрим, как оценила жюри Готовы? Первая оценка А почему вы радуетесь? Десять! Девятая оценка! Десять! Петя! Девять! Четвёртая оценка! Десять! И последняя оценка! Десять! И на 49 баллов! Это круто! Аплодисменты восьмого и пятого! Десять! 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 Как у вас аплодисменты такие! Восьмое спасибо! Молодцы! 49 баллов! Это очень много! Очень много! Ну, если у кого-то какие-то вопросы, в письменном виде! Итак, сегодня у нас ещё не было танцев, поэтому они сейчас начнутся! Были! Были! А? Были уже? Да! Потому что плохо аплодировал зал! Пусть свои люди, маляшки! Красивенькие! Ну, недовольные ушли! А сейчас на сцену выходит шестой отряд! У них сегодня танец непростой! танец называется «Танго-роза»! Так, на сцене шестой отряд встречаем бурными аплодисментами! Ухо! А! Ухо! 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 я не знаю! Мы не знаю! КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На дискотеку собрались? Так, у меня вот тут вопрос, конечно, волнует. А ты давно танцыешь? Вообще не танцаешь? Да она так просто ходила. Красота неописуемая. Кому понравилось, только аплодирую. Кому понравилось, только аплодирую. Костюмы какие. Мы в темноте лучше смотрели. Солистку как зовут? Маша. Маша. Мария. Хороша Маша. Олег Александрович уже готовый? Ну не знаю, как насчет того, как. Девочки, главное не оценки. Главное получать удовольствие. Или, как говорят молодежь, кайф от того, что ты делаешь. Первая оценка 10. Вторая оценка 10. Третья 10. Записано Машу. Четвертая 10. С трех руксами. Пятая 10. Пятая 10. Первая пятидесятка. Молодцы. 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 Красавец. Красавец. Девчонки, вы крутышки. Первая пятидесятка. Убегайте или радуйтесь. Блин, мы должны услышать. Они очень старались. Ну вот, теперь как раз наступает момент того жанра, который всегда был всем непонятен. Итак, если вы были внимательны, то я объясняла, что такое ремейк. Вот сейчас на этой сцене мы с вами как раз таки и увидим ремейк. Седьмой отряд приготовил ремейк сказки Ивашка из Дворца Творчества. Павел Иванович, конечно, сказал, в смысле из Дворца Творчества. Говорим, да, из Дворца Творчества. Павел Иванович, оказывается, какой-то есть Дворец Творчества, видимо, не только в нашем городе. Так вот, это произведение, которое, скорее всего, вы видели. А что это? Сказка, мультфильм? Мультфильм. Сказка, мультфильм, да? Ивашка из Дворца Творчества. Ну что, Ивашки, вы готовы? Вы готовы, седьмой отряд? Седьмой отряд готов? Не знаю насчет воспитателей. Готов? А? Еще не совсем готовы? Хорошо. Тогда мы играем с вами в самую молчаливую игру в мире. Я ее обожаю. Вообще люблю, когда дети молчат. Скороколорки я передумала. Итак, играем в игру, запоминаем слова. Поехали. Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак. Все вместе повторяем. Поехали. Колпак мой треугольный. Треугольный, треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак. Теперь каждое слово заменяем движением. И первое слово колпак. Он выглядит вот так. Само слово колпак произносить нельзя. Все понятно? Поехали. Мой треугольный, треугольный мой. А если не треугольный, то это не мой. Нельзя говорить. Теперь слово мой заменяем вот таким движением. А колпак остается. Поехали. Нельзя говорить. Кто говорит? Стас. С самого начала начинаем. Треугольный, треугольный, треугольный. А если не треугольный, то это не. Отлично. Теперь слово треугольный заменяем вот таким треугольником со странными углами. Ну ничего страшного. Итак, у нас сейчас должно все получиться. Кто проговорится, тот будет под жарким солнцем полоть грядки. Поехали. А если нет, то это не. Аплодисменты. Аплодисменты. Это седьмой отряд в году. Примей сказки Иванушка из Дворца Творчества. Встречаем бурными аплодисментами. Примей. Назад ты. Делайте. Принесите в ближайшую деревню и принесите мне бальчишку. Или какого-нибудь оплупитый и пластитый. Эх, скоро ко мне гости придут. Гулять не будем. А не будет, мальчишки. Я вас с этих сажарами съем. Я вас с гостями съем. С гостями. Я вас с гостями съем. С гостями. С гостями. Что вы делаете? С днем рождения. А я тут при чем? А при том, что ты у меня на угощении недостей закуська. Первая, вторая и третья. Я не так не еда. Я перед гостями выспаться должна, чтобы свежей быть и красивей. А как желать-то тебя? Да, Ивашка, Ивашка, будешь ты у меня Ивашкой под простоквашкой. Эй, лучше ответите меня, бабушей вашим гостям хуже будет. Это рыбашка, рыбашка, просто кровошка. Кровь! Замуропали! Иди, фурган несчастный, выпусти меня, тебе же хуже будет. Это мы еще посмотрим. Вот придут мои гости, оставят от тебя гости. Не оставят, бабушенька. Ага, неверно, и костей не оставят. Вот, 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 чуру уже, чуру. Идет сюда кот Баюн. Ну, глядитесь теперь. Ну, глядитесь, сейчас не у нас. Ишь ты, ишь правился. Вот, сейчас костей бессмертный, пожалуйста, все покажем. Сейчас же все покажем, где раки зимуют. Ну, ладно, бабушенька. Ладно, ладно. Чую, чую костей ушло. Что ты, что ты, что ты, что ты, что ты делаешь? Сейчас он тебя в напусту из руби. Сейчас он. Подумаешь? Ты вот смею Горелича попробуй одави. И жарить тебя, как миленького, и пить тут не успеешь. Вон, ты же тогда знаешь. И с твоим смеем управился. И с твоим смеем управился. Эх! Твоя взяла! Эй, вы! Назад стои! Возьмите эту мальчишку и отнесите, откуда взяли, чтоб тупо его здесь не было! Молодцы! 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 Утерян телефон. У кого-то утерян, а мною найдет. Посмотрите, пожалуйста. Похож на выковой, но он меньше. Цветочки. Да? Откуда же я знаю? О, а тут есть фотография. В смысле? Ну хорошо, я не буду лазить, никогда не узнаем, чей это. Вы даете. Да мне все равно, что мой пароль. Фотография есть. Ой, это девочка из какого-то отряда, да? Из первого! Да, она из первого. Это Настя Беляева. Настя Беляева, да. Беляева. Беляева. А передайте ей, пожалуйста, да. Он был за кулисами там. Вы, видимо, когда репетировали, забыли. Итак, пожалуйста, все аплодисменты, которые вы придержали, подарите седьмому отряду. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, кстати, хорошая идея. Итак, первая оценка — десять! АПЛОДИСМЕНТЫ Вторая оценка — десять! АПЛОДИСМЕНТЫ Третья — десять! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И, как всегда, ушко дельте. Следующая оценка — девять. АПЛОДИСМЕНТЫ Третья — показываю. Хотите вот так, попрошу? Выбирайте либо так, либо так. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, тогда девять, радуйтесь девятке. Судью на утро, что это значит? АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, следующая — десять! АПЛОДИСМЕНТЫ Итого — сорок девять. Молодцы! Молодцы! Все убегают, остаются. Змей-корыныч остается. Змей-корыныч остается. А все убегают. Все убегают. Все убегают, змей-корыныч остается. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у нас возникла идея. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее. Итак, правильно я понимаю, у вас три головы? Правда? А лапы у вас сколько? Убери вторую, вот эту, убери. Подожди, подожди. Где левую, покажи левую? Левая, а правая? А правая? Да прямо какие! Ну ты чёрт! Где правая рука уже? Бестолково. Итак, левая где? Вот правая. Покажите, как бы вы аплодировали друг какому-то отрезу. Понятно? Вот сейчас засмеем Горыныча, мы играем Соку-Бачу. Покажите! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 против русского воина и так как главный четвертый отряд и так трубал с жвачкой она уже поглотила и так вы слышали что было сказано в следующий раз то с жвачки будут на сцене во первых это некрасиво но это не страшно что некрасиво страшнее того что в момент какой-то вот этой сцены вы можете просто-напросто подавиться понятно поэтому жвачка это нельзя но при этом все все равно 10 10 10 жвачка значит это уже не не договор это все и снова 10 жвачка причем все три написания слова жвачка у вас по-разному но вы даете а вот теперь жвачка жвачка жевачка жевачка и жвачка я шучу девять и последнее 10 жвачка из-за жвачки вам никто сегодня не снизил потому что сегодня первый раз вам было только напомнили и сказали что в следующий раз при таком условии будут снижены поэтому это не из-за жвачки девятка а что-то видимо где-то потом на видео когда посмотрите может быть и увидите но у вас сорок девять и это много а а а а а а кстати так жевачка жувачка жевачка жвачка а а а у а есть у а а «За минуту до». Встречаем бурными аплодисментами. Так, кто будет ходить во время наступления, минус баллы. Закройте дверь. Дверь закройте. Аплодировать можно. Дверь закройте. Дверь закройте. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Потому что в шестом отряде, как они нам рассказывали, водятся муравьи Так вот, оказывается, шестой отряд вам просто повезло Пожалуйста Дело в том, что муравьи — это одна миллиардная часть насекомых, которые водятся на планете Земля Вот если бы они все к нам пришли, то вы бы, наверное, очень сильно удивились А вот второй отряд вас сегодня познакомит с теми насекомыми, которых вы еще ни разу не видели и не слышали даже названия Итак, второй отряд представляет пьесу Да что ж такое, да? Да подождите! Второй отряд вам предлагает сегодня увидеть пьесу, которая так и называется Тайная жизнь насекомых Встречаем божьими аплодисментами! В детском лагере Ордыто, кроме детей, можно обнаружить огромное количество насекомых Но мало кто знает об их тайной жизни Итак... Я заменю ромбочку! Время устроить пищевинку! Ночную бабочку заказывали? Слезня, уходи! Ты не насекомый, ты голубоногая! Да иду, иду! Быстрее! Да я и так несусь, сломя голову! Мадемуазель, разрешите пригласить вас на свидание? Конечно! Мадемуазель, разрешите вас обнять? Конечно! Конечно! Мадемуазель, а хотите пойти в ресторан? Конечно! А чем бы вы хотели поужинать? Мамень, мой дорогой! Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне бы такую... Позви, 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 позви! Смотрите! 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 Это же жук с крови! Он поедает мертвым! Ах, таракан, живучий тварь! ПОЁТ Звучит песня. Верно по следам быкова Узнала темнее буря ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты все пела? Это дело! Так поди же, попляши! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плохой день. А чего? Никто не умер. Опять останусь голодным. Я сплю. Голубушка, как хороша! Я на подзаретке! Дамы и господа, навозный жёг! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, пацаны, привет! О, а чего со мной никто не здоровается, а? Девчонки, давайте обнимемся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Американская баючка! А-а-а, я вообще-то клуб фруктовый! Нет, ты Американская баючка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зажигаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светличанка нова! Горит! Пожар! Позовите пожарных! Привет, Кефир! Да ты кто такой? Я жук пожарный. И что ты стоишь? Жду, пока все сгорит, потом в пекел яйца отложу. Слезняк, вы достигли цели. Вы превысили дневную норму активности в 480 раз. И получаете награду. Бегите, бегите! Это скалопендра! А вообще-то съешь! Не скалопендра, а скалопендра Ивановна. Устроили тут притон. Пономазали слизи. А я вытирал. Понабросали пекло с яйцами. Круги для тараканов поначертили. Мелом. А вы ничего? Расселись они тут. Это моя вечеринка. Аплодисменты. Светы и Тарома. Молодцы! 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 Да, видите, какая просветительская работа. Мы теперь с вами знаем много-много названий насекомых. Так что, 6-й отряд, радуйтесь, что у вас с скалопендра Ивановна не пришла. Иначе было бы намного сложнее, чем с муравьями. Ну что, такие скромные. Подходим, подходим. Я насекомых не боюсь. Да, точно. Точно. Машенька пришла. А первая оценка. Десять! Вторая оценка. Супер образовательная сказка. Десять! Следующая. Десять! И снова десять! Давайте последняя. Не знаю, уговаривайте меня. Дети из зала просят девять. Правильно? Тогда все вместе. Три-четыре? Десять! Три раза. Три-четыре? Десять! 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 Зачем так включать? Десять! Все куплено в первой оценке. Все куплено, да. Подкупили сегодня с утра, поэтому и 50 ваши. Аплодисменты. Аплодисменты, 50 бабок. Молодцы! Молодцы! Огромная, конечно, работа, костюмы. Это нечто. А вы узнали ту, которая готова была сажать своего жениха? Кто это? Пока он, правильно. Первый ряд умнички знает. И ты знаешь? Нет. А что ты знаешь? Ну, как ты думаешь, я тебя слышу? Конечно, нет. Ну, тогда я вам сейчас... Ой, как шутно. Сейчас я вам расскажу небольшую историю. Это было ровно десять лет назад. Ровно... Кто меня слышал, хлопните один раз. А что вот дети ходят у нас? Вот эти дети. Зачем ходят? Кто слышит меня, хлопните два раза. Кто слышит меня, хлопните три раза. Ребята, ровно десять лет назад, в 2009 году, произошло страшное событие для всего мира, для всего музыкального мира. Умер боб-король. Боб-король всего музыкального мира, да, Майкл Джексон. Представляете, прошло уже десять лет. Очень много после этого говорили, доказывали, от чего, почему. Нам с вами, быть может, это и не стоит знать, потому что просто мир лишился очень-очень талантливого музыканта, очень талантливого певца-исполнителя. И поэтому специально, спустя десять лет, первый отряд сегодня представляет клип, который так и называется, Майкл. Поэтому, посмотрев этот клип, быть может, вы много узнаете о том, какова же была жизнь этого известного человека, и как она трагически закончилась. И если все, наконец, заволчат в первом ряду... Вы готовы, Таня? Я устала перекрикивать первый ряд. Вы готовы, Таня, или нет, шо? Ну, в общем, первый отряд представляет клип, который так и называется, Майкл. Встречаем бурными аплодисментами! Встречаем бурными аплодисментами! Встречаем бурными аплодисментами! Продолжение следует... 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 Шутка! Шутка! Десять! Десять! И десять! Итого пятьдесят! Молодцы! Ну что ж, все большие молодцы, действительно, все подготовились, старались, и поэтому в честь сегодняшнего концерта я вас приглашаю всех на праздничный ужин. Сегодня гречка с мясом!